Продолжение следует... В районе мясокомбината идут бои, сообщает эксперт Биль. Войска РФ пытаются обойти город в 4 километрах к востоку, где им, по данным Рёбки, удалось перерезать дорогу из Волчансков в Тихое. Под городом оккупанты захватили села Плетенёвка, Огурцово, Гатище и Бугроватка. Параллельно оккупанты наступают на село Липцы, однако там они штурмуют только пехотой, без техники. На фоне мощных взрывов полицейский Денис Ярославский записал видео, где обратился к местным жителям. Ситуация в Волчанске крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города Волчанск. Поэтому, люди, пожалуйста, эвакуируйтесь. Мы всем помогаем. Мы на месте, работаем вместе к победе. Слава Украине! При этом темпы российского продвижения снизились. Это подтверждает и Бильд. Одна из причин, по мнению аналитиков Института изучения войны, большие потери россиян – цель оккупантов не проникнуть вглубь региона, а создать буферную зону вдоль границы. О больших потерях россиян пишет и партизанское движение «АТЭШ» со ссылкой на данные источников и агентов. Так, наибольшие потери несут штурмовые подразделения, привлеченные к наступлению на севере Харьковской области. В результате тяжелых боев отдельные подразделения 138-й отдельной мотострелковой бригады, 18-й мотострелковой дивизии и 7-го отдельного мотострелкового полка потеряли боеспособность. Потери убитыми и ранеными составляют до 70% личного состава. Тем временем на России не прекращаются ЧП. Вечером 14 мая в подмосковной Балашихе вспыхнул мощный пожар на электрической подстанции воинской части ФСБ и завода по производству военного оборудования. Как пишет канал «Астра», местные власти сообщили о якобы коротком замыкании. Но некоторые РосСМИ написали, что был поджог. Пакт пожара подтвердил мэр города Сергей Юров. По его словам, экстренным службам удалось потушить пожар и восстановить подачу электроэнергии в домах. О последствиях возгорания не сообщается. Эта база входит в состав научно-технической службы ФСБ, где занимаются разработкой, производством и тестированием электронных носителей, программ для военных и гражданских предприятий. В ночь на 15 мая беспилотники ГУР ударили по топливной базе в пролетарском районе Ростовской области. По данным губернатора Василия Голубева, в районе нефтебазы произошло два взрыва. Далее, по словам очевидцев, на объекте начался пожар. Хотя российские власти факт возгорания отрицают. А в Татарстане сегодня нелетная погода. Местные СМИ пишут, что из-за угрозы воздушной атаки небо над Казанью и Нижнекамском закрыто. Несколько рейсов на вылет и на прилет задержаны, аэропорты не отправляют и не принимают самолеты. Также сообщается, что в Верхнеусловском районе Татарстана сбили беспилотник. Стали известны подробности ночной атаки во временно оккупированном Крыму. По данным кремлевской табакерки, в результате обстрела Севастополя российские захватчики понесли серьезные потери. Армия РФ лишилась самолетов, средств ПВО и военных. Полностью уничтожен МиГ-31, повреждены три Су-27, их просекло суббоеприпасами от ракет. Также потеряны две пусковые установки ПВО С-300 и С-400, а также радар. В связи с этим ударом хотим обратиться к Минобороны. Мы очень уважаем вашу работу, но когда вы рассказываете о том, что сбиваются все вражеские ракеты, а часть из них попадают по нашим объектам, это приводит к трагическим последствиям. Даже военные, о гражданском населении нечего и говорить, уверены, что все собьют, перестают пользоваться укрытиями и расслабляются. Под атаку аэродром Бельбек попал во временно оккупированном Крыму в ночь на 15 мая. Как сообщает Крымский ветер, после этого в течение 15 минут там продолжали взрывы потише, похожие на детонацию боеприпасов. Местные жители видели зарево. Вторая волна атаки, по данным паблика, продолжалась до 2.35 ночи. Взрывы были слышны в Евпатории и в Бахчисарайском районе. Мониторинговая группа Крымского ветра на спутниковых снимках отметила три очага пожаров на аэродроме Бельбек в районе взлетной полосы и мест стоянок самолетов. Уже через час после окончания ракетной атаки по аэродрому Бельбек очагов пожара в районе стоянок самолетов стало в разы больше, а сами пожары сильнее. Стоит напомнить и о мощном ударе по секретной базе ПВО на Ай-Петре с силами обороны Украины 13 мая. Предположительно, это были ракеты Storm Shadow. В результате попадания территория военной части получила повреждения. Погиб командир базы ПВО Александр Кулаков и еще один военнослужащий, есть раненый. Это подтверждают и РосСМИ. По мнению российского журналиста Майкла Наки... Ну, я так понимаю, что это продолжение подготовки к атаке по Крымскому мосту. Собственно, продолжают выстегивать российское ПВО, российские станции обнаружения, для того, чтобы затем массированным ударом, комбинированным ударом, когда будут задействованы беспилотники, ракеты и морские дроны, уничтожить, наконец-таки, Крымский мост. Я думаю, что мы можем увидеть попытку этого в самые ближайшие месяцы. Я бы ставил на то, что до конца лет эта попытка будет предпринята. До сих пор администрация Джо Байдена в качестве условия отправки в Украину оружия дальнего радиусодействия заявила, что оно не может использоваться для ударов на территории РФ. Издание «Политика» отмечает, что страна-агрессор Россия хорошо осознает это ограничение и смогла сконцентрировать по меньшей мере 30 тысяч военных и оборудования на границе с Украиной, не опасаясь поражения тактическими ракетными системами дальнего радиусодействия, предоставленными США. Обсудить этот вопрос группа украинских парламентариев вылетела в США, сообщает издание. Америка продолжает оказывать дополнительную помощь Украине для укрепления обороны и перехвата инициативы на поле боя. Артиллерия, ПЗРК, ПВО из пакета помощи уже поступают к украинским защитникам. Об этом во время своего визита в Киев 14 мая сказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Кроме того, он заявил о том, что США приближают Украину к НАТО и впоследствии ведут ее в альянс, добавив, что западные союзники Киева должны сделать еще один важный шаг – заставить Россию заплатить за восстановление и реконструкцию Украины. То, что Путин разрушил, Россия должна и обязана восстановить. Этого требует международное право. Это то, что заслуживает украинский народ. Наш Конгресс дал нам право арестовывать российские активы в Соединенных Штатах. Мы намерены их использовать. Тем временем Россия начала наносить удары в стиле «Хаймерс» далеко за линией фронта, пишет бизнес-инсайдер. Окупанты запускают увеличенное количество беспилотников за пределы украинских позиций. Получая разведывательные данные о позициях критически важного вооружения и объектов. Затем эти объекты могут стать целями для атак, управляемыми тактическими ракетами. По данным издания, в течение большей части войны из-за мощной украинской противовоздушной обороны армия РФ потеряла большую часть беспилотников. Сейчас Украина пытается сосредоточиться на перехвате ракет, самолетов и орланов, которые блуждают над линией фронта. Это все новости на сегодня. Перед тем, как мы закончим, не забудьте подписаться, поставить лайк и включить колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий выпуск. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok